Переулок Пионерский. Еще два года назад его жители решили, что им удобно складировать мусор в персональные баки и вывозить их по мере заполнения, привлекая клининговые компании. Однако вот уже несколько недель, как привычный номер телефона либо молчит, либо равнодушный голос отвечает, что компания прекратила свою работу. Муж позвонил туда, ему сказали, что фирма, которая раньше этим занималась, она закрылась, ее больше не существует. Кто теперь будет заниматься вывозом мусора, неизвестно. И больше эта тема не к ним, не по этому номеру телефона и вообще они больше не при делах. Казалось бы, проблем нет. Каждое воскресенье на Пионерском работает мусоровоз регионального оператора. Однако, по словам Юлии, последние две недели эти машины не приезжали на утвержденное место сбора ТКО. Точнее, не доезжали до него. Ну, есть определенные сложности, тем более сейчас, сами видите, с перепадом температуры, температура повышается, то есть снег где не был почищен, он начинает проваливаться. Доступ очень сложный, так же, как и в частном секторе и в управляющей компании в многоквартирных домах, как бы сложно. Водители, как бы, маневрируют, подъезжают. Но есть сложности. Мы обращались и в управляющие компании, в администрацию города писали письма о том, что нужно, как бы, доступ к местам сбора очистить. Сегодня мы позвонили в клининговую компанию. Из трех номеров ответили по одному. Информацию о прекращении деятельности там не подтвердили. Зато выяснились другие нюансы. Дорожные. Ну, плохое состояние дорога, даже по всему городу. Где можем, мы проезжаем. Где нечищена машина, если не может проехать, значит, мы не проезжаем. Тупиковые разрезы, узкие улицы. Снега меньше, чем минувшей зимой. А мусорные площадки и точки сбора, как в прошлом году, недоступны. Большинство жителей переулка Пионерский погрузили накопленный мусор в личные машины и увезли их в баки ближайших дворов. Если так будет продолжаться и дальше, к весне границы между частным сектором и многоэтажными застройками превратятся в сплошную свалку. Тем временем в администрации продолжают уверять. Ситуация под контролем. Мы понимаем, что это грозит излишним накоплением ТКО, пиковым накоплением. Но с рекоператором буквально на днях этот вопрос был проработан. Они готовы вновь в усиленном режиме поработать, потому что они, естественно, тоже понимают ситуацию, которая сложилась с транспортной доступностью индивидуального жилого фонда. Традиционные наши точки излишнего образования мест накопления ТКО – это Заречье, это район мясокомбината, район Мочище. То есть все они сейчас на контроле. Из неофициальных источников стало известно, что в данный момент мэрия готовит очередной дорожный контракт. Выигравший его подрядчик будет обслуживать именно частный сектор. При этом в пресс-службе администрации сообщили, что эту информацию комментировать преждевременно. Тем временем частные мусорные контейнеры за ненадобностью продолжают обрастать сугробами, а пограничные площадки – мусором.